Мои друзья по всей России, плюс Украина, Плюс Белоруссия, плюс Казахстан, плюс Прибалтика, плюс Евросоюз, где у меня тоже есть друзья, плюс Монголия. Я всем вам представляю фирму Беккер. Эта фирма однажды имела, наверное, несчастье взять и, так, лица не показываю, взять несчастье взять эта фирма и мне прислать рекламу, рекламу своей продукции. Когда я ее открыл, это я говорю моим друзьям, я случайно встретил их на почте. Мне бросились в глаза название фирмы Беккер, что я о ней узнал из этой рекламы. Итак, колоновидные яблони, колоновидные груши, колоновидные сливы, колоновидные абрикосы. Правда, колоновидных перчиков не было, но это я говорю вам, друзьям, почему я отнимаю ваше время. Вот, сейчас поймете, вы, наверное, мерзнете, сегодня минус. Мороженое едите при минусовой температуре. Ну, хорошо, так, еще одну минутку надо рассказать. Когда я открыл, там было написано как, абрикос минус 42 выдерживает, ну, мои тоже выдерживают минус 42. Но колоновидные, чего не может быть никогда, это исключено, только здесь улицам холодно, не знаю, как вы мороженое едите, но холодно, и это пока тему пропускают. Но там были не фотографии, там были рисунки, а нарисовали они персик. И листья персика, и плоды персика крупные, отборные, ну, ясно, что их там, что и листьев не видно столько персиков. Все это, естественно, я выразил свое недоумение, как так, ошибка исключена. Люди видят красивейший персик, должны заказать. Они видят груши, облепленные грушами, яблони. И теперь я еще и про вас ничего не знаю. Я вот увидел, извините, я вас тормознул, когда увидел, вынесли эту посылку. Сейчас просьба показать вот эту бумажку, которая была внутри. Что я там хотела выписать? Да что вы выписали? Я выписала, чтобы выращивать... Тогда громче. Я выписала, чтобы выращивать в доме. То есть это не уличные растения? Не уличные, и ракеты длинные. А все равно дайте их глянем. Ну да, то есть там... Вот, если это не колоновидки, то я просто извинюсь, что у вас время дня. Можно я возьму? Они все будут в этом... Можно возьму в руки? Да, сейчас, минуточку я... Вот. Если не колоновидки, все, я это все стираю и извиняюсь перед вами. Там есть колоновид, но он у меня будет расти в доме. То есть я в оранжерее хочу... Кустарник, кустарник, саженцы, мини-персик. Это я хочу выращивать в зимнем саду. В зимнем саду, что у вас будет персик, да? Ну, очень попробую. Остается пустяк. Если там был нарисован персик, а назвали абрикосом, то вы мне позволите вот сейчас в этой посылке найти его? Я не могу вообще гарантировать, что там вырастет. Нет, нет. Дело не в этом. Раз здесь написано, смотрите, здесь я встречаю черешню, колоновидную, колоновидный персик. Да, это все патио выращивает. Персик медовый, черешня кем... Ну, естественно, расколона намного расти не будет. Итак, еще раз все видели. Здесь все-таки колонна. Значит, не зря я вас тормозил. Мы сейчас будем проверять, так ли это. Ну, посмотрим. Посмотрим. Так, еще раз. Кустарники нас не интересуют, луковичные не интересуют. Здесь есть что? Инжир не интересует. Ну, это все вот выращиваемые. Остается, значит, ищем персик медовый. Мини персик ханей, пусть он не колоновидный. Но медовый написано колоновидный. Черешня киви, мэри, тоже колоновидный. Все. Теперь просьба открыть это чудо в 21 веке, потому что, знаете, когда я увидел их не фотографии, а рисунки, я сказал, если это правда, то весь Нобелевский комитет должен не стоять на коленях и просить подать заявку на Нобелевскую премию. Вот, если все, что они нарисовали, правда. Вообще, вот, мне просто любопытно, интересно, хочется этим заняться. Так, вот жалко, что уже темнеет. А у вас нет света в машине? Давайте добавим свет. Так, ваши лица не хотели, я не показываю. А еще в салоне если включить? Ну, вот, собственно. Ну, еще, все это надо еще отрывать, отрезать, отрезать. Чтобы не достанем. Дело в том, что уж кто, как не я, отличил колонны от просто саженца. От просто саженца. Так, вот те длинные, наверное, и будут. Так, все, ничего не мешает достать. Даже можно вот эту, вот, все не распаковывать. То есть, просто вот себя целиком достать. А, ну, а, да, это надо разрезать. Вот. И еще вот эту разрежьте. Да. Ну, вот, теперь смотрим. Так, ну, смотрим это. Так, это нас не волнует. Вот, кустарник это не наш. Давайте смотреть. Сейчас я ее буду разглядывать. Так, это правда черешня. Так, теперь смотрите. Вот здесь вот, вот здесь вот, расколонна. Сразу от корней должны расти почки. Причем не простые почки. А они же обещают скороплодность. А, ну, то есть, хотя бы почки. А вот, смотрите сюда. Незамазанная рана, это плевать. Вот, дело в том, что уже вот этот участок плод носить никогда не будет. Почки покажите мне. Правильно, нету. Ладно. Смотрим здесь. Я имею в виду почки, как у череши, очень крупные почки. Вот. Возможно, это гибрид вишни-черешни. Вот это все они зачем-то поотрезали, покалечили. И вот теперь это один год. Вот это второй год. И вот отсюда пошел у них... Нет, нет. А, да, вот отсюда у них пошел третий год. Вот. Почки очень мелкие, мельчайшие. Вот. Это раз. Так, теперь еще гнуться. Так. Вот. Теперь никакой колонны здесь не будет. Плодоношение будет вот на этих боковых веточках. Вот это все уже, считайте, почек нет и никогда они тут не возродятся. То есть можно смело на улицу садить все. Просто садить на улице. Но они обещают 42. У них на каждом сайте написано 42. Не знаю, не знаю. Мы уборку в этот год берем черешню именно. Да. И вот на третий год... Ну, таскаем по участку. Так. Чтобы маленечко закрыть, как бы, от ветров и так далее. Ну, ну, ну. Вот. И вот на третий год более-менее, как бы, пошла все-таки одна. Ну, все-таки одна. Ну, черемушкинская. Черемушка тепло аномальное. Да, да, да. Ну, он и нам не гарантировал. У меня, говорит, вот до майна растут черешни мои. В общем, я вам сразу скажу. Вот это вот колонны никогда не будет. Это будет обыкновенная черешня. Или это вишня. Почки даже мельче мельче. Это, ну, для меня, вот мне так скажи, вот сходу. Не говори, что это черешня. Дикая вишня. Но я ничего не утверждаю. Допустим, они добились каких-то успехов. Да. И у них черешня с мельчайшими почками. А вдруг? Ну, тогда это будет обыкновенное дерево раскидистое. Вот. Естественно, если это черешня, 100% замерзнет. И заметьте, я вам говорю, друзьям, не 90%, а снизу, смотря, что пойдет, на что привито. Вы не спрашивали, на что привито? Там в документах вряд ли это есть. Там корнесобственные вот эти. А это еще корнесобственная. Да и колновитка корнесобственная. Ну, все. Дальше комментарий нет, есть мат. Зажимайте уши. Следующие. Ну, какое. Так, жаль, я ваши лица не могу показать, вы отказались. Так, называется это мини-персик, да? Во-первых, я вас поздравляю, это правда персик. Вот. Он закрытой корневой системой. Тут они молодцы, что это сделали. Теперь так. Это дерево. Так. А, на нем не было написано, это колонна. Ну, сейчас, конечно, трудно судить. Вот. Благодаря вот этому горшку, возможно, это и будет, выживет. Но, вы сказали, дома? Да. Ну, тогда и нечего про него говорить. Теперь меня интересует персик, который все-таки колновидный. Вот этот. Вот этот. Смотрим на него. Персик колновидный. У меня это, руки замерзли, трясутся, а люди подумают. Так. Ну, так не жарко, да, на улице. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, кстати, любопытство, иногда хочется. Конечно, любопытство. Посмотрите, сколько веток отрезано, и все это уже высохло. Ну, почему-то да. Почему-то да. Смотрите, я все по порядку. Значит, колновидностью не пахнет, сто процентов. Почему? Расстояние между почками быстрое. Раз. Во-вторых, здесь от персика нет ни одного процента. Перед нами слива. Так? Вот. Или гибрид. Ну, и попадается гибрид слива с этим, с абрикосом. Вот. Так, теперь. Смотрим. Это выполнено что? Вот здесь вот. Как вам сказать? Вот эта часть, вот эта часть, это, скорее всего, нет, тут трудно понять, сениц или это все-таки укорененный кусок ветки. Но прививка почкой. Вот эта рана, они небрежны настолько, что вот эту рану они оставляют, когда пень, отсюда начинается гниение. Вот. И здесь стопроцентный обман. Саженец изувечен до предела. Изувечен так, что у меня... Слов-то нет. Почек ни одной живой нет. Я показываю не вам, а показываю всем. Вот здесь почему-то я отошел, здесь еще что-то. Вот у меня левая рука трясется. Старею что ли? Подержите. Вот. Показываю весь подробно всем. Итак, вот эта вот рана, которая умертвит его, вот это вот, почему при рукопочке, в молодости раньше надо было срезать вот так, хотя от этого рана стало бы еще больше, но пенек всегда начинает гнить. Он мертв, уже мертв. Вот. Дальше пошли, смотрите, все. Просто механические раны. Так. И специально они что делают? Они отрезают все ветки. Вот они отрезаны, отрезаны. Вот они, кстати, мне всегда удивляло, это же не первая посылка, которую я проверяю. Они и другие фирмы, они лениться замазать их. И вот перед вами что? Вот. Смотрите сюда. Вот вам показываю, всем показываю. Видите, вот эту веточку сохранившуюся? Это слива. Вот. 100% слива. То есть персиком нет. Если слива, она может выжить. Вот. Она может выжить даже. И, ну что, будете требовать возврата деньги или что, это уже дело ваше. Вот. Это не персик. Причем я не сомневался в этом. Во-первых, почему еще? Потому что там, где у них нарисован колоновидный персик, по их рекламе. Подчеркиваю, нарисовываю, как все остальное. Вот. Написано абрикос минус 42. Вот. Ну и все, пожалуй. Еще раз. Остальное больше внимания никакого нету, наверное. Ну там вот... Остальное все домашнее, да? Да, кусты домашние. Ну все, я прошу вас извинения, но понимаете, когда люди увидят эту халтуру, вот, все-таки мои ожидания сбылись. То есть, они еще и не качественные материалы поставляют, пересортятся, даже не пересортятся, а просто мошенничество. Вот. Значит, я ничего колоновидного не увидел в помине. Вот это персик еще могли бы выдать, но они как раз его назвали домашним. Вот. Для домашнего ухода. А то слива в одном случае, так и, ну, как бы сказать. Я вот когда буду делать фильм на основании вот вашего этого, я вас очень благодарю. Я, значит, вот сейчас поеду в деревню, и я на этих самих. У меня есть и зеленые, еще там листья, может быть, сохранились на черешнях. И там, где уже лист упал, у нас же сегодня 10-е, да? Ну да. 10 октября. Где лист упал, покажу, какие почки и череша. Причем, меньше почек по размеру не может быть. А здесь мы их даже разглядеть не могли. Ну, да, у меня вот эти прогонистые, как-то, тоже, кажется, не очень. Ну, а дальше что? Будем живы. А, и еще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, самое главное. Теперь скажешь, что из этого делать? Смотрите. В таком виде он не выживет никогда, он просто умрет. Ваша задача. Вот, вот видите, вот здесь вот что-то похожее на почку. В этом месте полностью отрезаете все, в надежде, что здесь что-то проснется. Если это, корни еще живы, если эта часть жива, вот, он почему-то без листья в это время. Странно. Дело в том, что в Смоленске еще осень. Должны быть, да. И вот, у меня еще не все листья сбросила. Вот, вот здесь вот отрезаете, примерно под почку, которая может быть хоть похожа на почку, да? И вот эта часть, возможно, станет будущим деревом. Вот. Она что там за слива вырастет? А потому что вот от этого она вот только высохнет, высохнет, высохнет. То есть не слива. А? А это все равно погибнет. А нет, дело еще в чем. Вот эта часть у нас малоснежья. Она все-таки под снегом спрячется. А в дальнейшем будет как? У нас бывает как, значит. Пошли ветки, пошли в разные стороны, вот так вот. Почти горизонтально, да? И вы будете каждый год под снегом спрячать. Поверьте, черешня со Смоленска – стопроцентная смерть. Не то, что один из сто. Допустим, вы выиграли тренерный билет, а все сто. Вот. Вот так надо обрезать. Иначе выхода нет. В общем, никакие это не колонны. Вот. Вот так. И еще, что интересно, они увидят тоже этот фильм. Что им это? Пусть покажут маточник.